Поэтому межнационального здесь ничего нет. Здесь только требование у них. Восстановите статус наших сел, обществ. Это восстановите район Таркинский, который существовал, который был опразднен. Из государственного положения он сегодня юридического статуса не имеет. А был статус государства, шамхайского. Шамхайство Тарковское вошло, одно из немногих. Может быть там кабардинские князья входили добровольно. А кумыки и шамхайство Тарковское это государство кумыков, которое известно с 4-5 века. Они воевали 300-400 лет с Россией. Ни разу не потерпели военного поражения. Всегда побеждали. У Карамзина это есть. В русских летописях и в истории официальной российской есть. Что всегда Российская империя отходила, откатывалась отсюда без результата. В результате во времена Петра I Петр I приехал со своей женой во время персидского похода. И заключил с Шамхалом Тарковским договор дружбы и родства. И кумыки вошли в состав России совершенно добровольно, не как побежденные, а дипломатическим путем. Как государство, зафиксировано во всех исторических хрониках. В результате они потеряли государство, потеряли землю, землю потеряли. А теперь стремительно теряет и вообще субъектность, как народ. Понимаете? Вот вы же знаете чехарда аварцы, даргинцы, даргинцы, аварцы, аварцы, даргинцы, даргинцы, аварцы. Руководство? Да. Это уже чуть ли не как бы уже вошло в политический обиход, да? Что вот этих должны с ними не теть, этих должны с ними не теть. То есть кумыкинский народ уже как субъект политики даже не воспринимается на федеральном уровне. В результате что? Отнимают землю, отнимают статус, что вызывает уже социальный кризис. Какая перспектива? Это же люди думают. Какая перспектива, как сохраниться как народ? Если даже земли нет. Нет будущего. Вопрос стоит быть или не быть. А скажите, а два года назад что было? Тут стали поселяться, вот просто нам сказали, что два года назад стали эти земли, ну вот как бы кумыки захватывать, незаконно стали эти земли. Это же кумыковые земли. Здесь же открыто. Из всех незаконных построек, вот в прошлый раз тоже было здесь аналогичное место. Их незаконно переселили сюда все. Их работников сюда приехали и прочее, прочее. Здесь были те же самые заместители министра внутренних дел и так далее. Вот они приехали и чтобы обеспечить снос незаконных строений, так было сформулировано. А мы им показали, вот кардиологический центр, незаконно построен, узаконен как бы постфактум. Вот мечеть, это первое, что и единственное, что построили тартинцы придя сюда. Сказали, с чего начнем ломать? А кардиоцентр тоже построили тартинцы? Нет, это республикация. А республикация, все это, конечно. А домов тут нет пока, вот только это? Есть, есть. Здесь из 195 гектаров сегодня освоено более 95 гектаров земли. А чьи это вот земли, которые... Неральные земли. Это вот, которые, как вы объясните, купили, которые были при деньгах и успели построить. А потом у них, как бы, отняли право, получается, да? Да, они лишены этого права сухого. Но дома стоят? Да. Понятно. А вот с этим домом что-то такая проблема? Этот дом стоит на 12 километров дальше по трассе. С левой стороны. На землю поселения. С левой стороны. По документам этот дом стоит 12 километров дальше на левой стороне дороги. Это федеральные земли, рекреационные земли, статус этих земель, сельхозное назначение документов на этот дом, на землю поселения, на валах. Чтобы вам, как бы, резюмировать, да, требования торкинцев. Во-первых, они сделали, создали садовое, дачное товарищество. Коммерческие партнерства, общество. Общество. Торки, Кахуар, Бурикен создали структуру и требуют передать эти земли им хотя бы как дачи. Сегодня закон это позволяет сделать, землю лесного фонда передавать на садоване. То есть это шаг навстречу, чтобы хоть снизить какую-то конфликтную, да, чтобы не было все так плохо. Второе. Восстановить Торкинский район. Третье, если этого, наверное, нужно было начинать, это придать статус депортированных, репансированных народу. То есть в законе Торкинцам. Да. То есть де юре оформить их статус, который был в 44-м году. Согласно закону о реабилитации репансированных народов, пострадавшими и депортированными в результате этого считаются лакцы. Новолаксского района. Считается аварцией. То есть, понимаете, да, компенсация чеченцам ведет за собой компенсацию всем остальным, которых поселили. Единственный, кто туда не вошел, это Торкинцы, Кахулайцы. Вот население этих трех поселков. Народному собранию Дагестана нужно просто принять поправку к этому закону и в этот закон внести их статус. Все остальное получается автоматически. Народное собрание этого не делает. И даже и не то, что там не делает, даже не хочет рассматривать. Даже в приватных беседах с членами народных собраний они говорят, что этот вопрос не поднимет. Понятно. Без этого, без этого, все остальные меры, они половинчатые и нерешающие проблемы. А вот сегодня тут что было? Сегодня с утра приехал ОМОН. Здесь дежурит смена. Постоянно общественный контроль, экологический контроль и прочее, прочее, прочее. Здесь постоянно дежурят люди. Вот если здесь есть работники Кунта-Калинского РОВД, которые здесь дежурят, вы можете у них поинтересоваться. Может они вам дадут статистику правонарушения до того, как они сюда пришли и после. Здесь вот эта территория, где лесочек там, это было самое злачное место в окрестностях Махачкала. Что только там не происходило. С тех пор, как сюда пришли Таркинсы, все тихо. Никаких правонарушений, никаких убийств, никаких грабежей. Люди отдыхают. Ничего. Люди отдыхают и все нормально. Сегодня с утра приехал какой-то ОМОН. Несколько автомобилей покрутились, постояли и уехали. Через некоторое время группа около 200 человек, людей гражданских, приехали сюда и устроили каменную войну. Начали забрасывать, человек 20-15 здесь было, молодежь, начали забрасывать их камнями. Они начали? Они начали, конечно. Они приехали сюда и начали швырять камни и кричать, мы вас отсюда сейчас выгоним. Ну, естественно, народ стал собираться, потом приехал ОМОН, опять дополнительно разделил дерущихся. Здесь кровь провелась, здесь головы разбиты камнями. А по-моему, это арестовали или забирали? Это мы не знаем. Во всяком случае, у нас никого вроде не арестовали. И вот эти 200 с лишним человек устроили здесь эти беспорядки. Естественно, люди начали подъезжать из Тарков. Оттуда, отсюда. Ситуация давно на слуху. Она уже как бы... Озучена во всех коридорах. Озучена и обсуждена, и круглые столы проводились, в том числе с участием администрации президента, и на форумах везде много обсуждений. Комиссия была при прошлом президенте создана. Все прекрасно знают. Но никто не хочет подходить к решению этой проблемы. А в итоге что решили? В итоге решили, что вот здесь ОМОН, да, до выборов оставьте, мы после выборов будем решать. Ну, я сразу... Опять комиссию создали? Да, сразу могу сказать, эти люди не верят. Никакое заверение. Никому. Вот кто бы они сюда приходят, даже если сам Рамазан Гаджимурадович придет со всей своей положительной историей предыдущей. Если он, придя сюда, не предложит каких-то реальных, конкретных шагов, здесь его даже слушать не будет. То есть вас попросили не шуметь до выборов, да, чтобы это так? Ну, тем не менее, как бы это наших намерений не меняет. Мы отсюда не уйдем ни под каким соусом, ни под какие выборы, ни под какие имена и фамилии. Спасибо.